В прошлый раз я как-то неубрежно обошелся за сложением. Я сказал только, что для сложения необходимо рефлексирующая форма. То есть различение формы чувственной и формы мыслящей. Потому что, чтобы осознать воспроизведение как таковое, для этого необходимо различить форме, активную часть, которая действует, и пассивную часть, на которую оказывается действие. Только тогда мы можем осознать воспроизведение этой самой пассивной части как такового. Но здесь есть вроде бы одна трудность, которую я никак не решаю. Дело в том, что мыслящая сторона, или мыслящее слово, отвечает себя от чувства тем, что она активна. А чувство пассивно. Мысленная форма активна, а чувственная форма пассивна и неизменна, равна себе. Отличаясь от этой группы за мыслящая форма, отличает себя от чувства, как активная, а чувственная форма, как активная, вот пассивная форма. Но активность мыслящая форма, по-видимому, заключается в том, что она познает чувственную форму. То есть то, что знает мыслящая форма, это чувственную форму. Активность мыслящая форма, видимо, заключается в том сначала, что она делает чувственную форму предметом для себя. Это ему прям осознает, что чувство, во-первых, пассивно, во-вторых, равно себе. То есть то, что знает мысль, это чувственную форму. Его пассивность и равна себе. Получается, что мыслящая форма отличает себя от чувства, как активность от пассивности. А знает то, что, собственно, знает мыслящая форма, это пассивность чувственной формы. Как же она отличает себя от пассивности? Я не знаю, как это решить. Я говорю только следующее, что активность мысли заключается в том, что она делает чувство своим предметом. И вроде бы это активность, но сначала же я сказал, что мысль отличает себя от чувства. Я думаю, что у нас есть здесь бред или все нормально, я не понимаю. А чувственная форма это что? Здесь. Ну мы считаем, да? Мы считаем. Мы в счете находимся? Так, мы находимся в счете. В счете? В счете от сложения. В счете от сложения. А от счета сложения. А счет просто, счет, счет, счет. Ба-бац, да? Да, счет просто. И пока мы считали, мы находились в обках чувственной формы? Пока мы считали, мы не различаем мысленную и чувственную форму. Просто следующий, следующий, следующий. Переход соответствует тому, к чему переход. Это следующий. Теперь мы, значит, различили чувственную форму от мыслящей. Да. На том основании, что для сложения необходимо мыслить само воспроизведение, сам переход, как каково. Не так, как в следующем, когда совпадает с тому, к чему переход совершается. То есть правильно ли я понимаю, что таким образом мыслящая форма определяет себе некое рекурсивное правило? Какое правило? Рекурсивное. Рекурсивное, это означает, что из А поставить В. Правило, что из А делается В, а является рекурсивным правилом. Потом из А делается С, например, плюс один. Какое-то Н, а курсивное правило добавляет к нему единицу. Потом она снова возвращается к себе и снова добавляет эту штуку. Так, теперь, значит, такая вот вещь возникает. То есть она понимает себя, то есть мыслящая форма состоит в рекурсе соответствующем. Второй вопрос. Она у себя, таким образом, значит, она создает себя форма, превращается в одну смысл, осознавая себя как некий функционал, да? Функционал, то есть как некое правило, то есть как рекурсивное. То есть у нас есть как бы субстантные вещи и операции над ними. Как только у нас счет из просто незаметного счета превращается в операцию, то есть он отвлекается таким образом от своего конкретного содержания, и превращается вот это самое правило, это плюс один, рекурсивное правило. Таким образом, получается, что мы определяем вот эту же самую операцию как некий функционал на каком-то множестве? Не уверен, потому что смысл перехода к операции не в отвлечении от содержания, а в внушвении содержания вместе с независимо от этого содержания перехода. Вариант А, переход, это называется плюс. Ну, так у нас все правило... Смотрите, у нас все-таки функциональное правило состоит в том, что, грубо говоря, мы отличаем правило, собственно, от перехода. То есть, что это означает? Это означает, что мы переходим от 3 к 4, то мы отличаем правило от перехода от конкретного 3 к 4. И поэтому мы потом понимаем, что это же правило действует не только при переходе от 3 к 4, но от 5 к 6, от 9 к 10 и так далее. Вот таким образом. Ну да, я хотел сказать, что мы не отвлекаемся от содержания. Вот это и есть функционал. То есть, у нас получается, что на множестве чисел, то есть, на счетном множестве, да? Ну, почему на счетном? На множестве натуральных чисел, да? На множестве натуральных чисел у нас, оказывается, задана некоторая операция. И в этом смысле мы можем сказать, если мы были в некой ситуации неразлеченности чувственного, условно говоря, и мысленного, когда просто считаем, то когда мы отличили функционал от множества, на котором он определен, то таким образом мы перешли к мыслящей форме. То есть, грубо говоря, дуальность мира, в вашей терминологии, это то же самое, что различие между чувственным и мыслями. Ну, то есть, возникла вот эта дуальность. То есть, правило отвлекается от того, над чем оно действует, и превращается в качество нечто, нечто самостоятельное данностью для самого сознания. Ну, вот здесь у меня получается вот такая ситуация. С одной стороны, я повторю, мысль осознает себя тем способом, что отличает себя от чувства. Отличает себя от чувства тем способом, что мысль активна, а чувство пассивна и равно себе. И в то же время, то, что понимает мысль, это не саму мысль, она себя еще не сознает как мысль. Она просто мыслит, то есть сознает, делает чувство предметом. Поэтому я как бы говорю две-две-две вещи не связаны с собой. Сначала я говорю, что мысль отличает себя от чувства, как активное, от пассивного. А дальше в следующей фразе я говорю, что мысль не сознает себя как активное, она сознает только чувство. То, что знает мысль, это не мысль, а чувство. То есть активное мысль, говорю я, состоит из того, что она мысль, то есть чувство, но и мысль. Мысль о чувстве узнает, что чувство пассивно. Так, а пассивность и активность в каком смысле понимается? Если мы говорим о функционалах, то она понимает активность только в том смысле, что мы можем отвлечься от содержания. То есть понять, что 5 к 6 и переход, и 9 к 10, как бы это один и тот же переход, индиферентный к содержанию которого на операции. То есть, грубо говоря, мы можем отличить алгоритм от происходящего. Ну да, да, да. Отличаем алгоритм от происходящего. Ну, я понял, что при этом я сталкиваюсь, на качестве я сталкиваюсь. И тогда таким образом, да, раз мы это имеем, то мы можем говорить действительно об алгоритме, как о некой активности, как о неком действии. Да. Как активность действий. Но с другой стороны, он для самого сознания никак иначе представлен быть не может, как только конкретный переход. То есть, всегда есть переход от 5 к 6, от 9 к 10. И всякий раз этот алгоритм представлен на конкретном множестве. То есть, в момент конкретного перехода, в момент конкретного выполнения операции. Да? Да. Да. Это последний переход, один. Да, он всегда конкретный, но в этом смысле он отличает себя, как алгоритм, как алгоритм от происходящего. Алгоритм отличает себя от происходящего. Да. Вы просто только думаете, как? Ну... Не получается. У меня не получается. Прошу себе. Раз этот алгоритм микс – это самая чувственная форма, которая познается как пассивная и всегда равная себе. Что от 3 к 4, что от 10 к 11, одно и то же. Но это форма уже, это не число, это не вещь. Это форма, то есть... Нет, это правило. Это правило, по которому 13 и стать соответствием 14. А в 3 тут же стать соответствием 5. Ну, там это познается как пассивная система. Ну, пока ты находишься в рамках простой числой формы, ты просто считаешь. У тебя нет ничего, кроме того, как сказать, что 5, а после этого тут же сказать 6. После того, как сказать 6, скажешь это уже 7. Но ты же на эту ситуацию можешь представить иначе. Ты можешь понять эту ситуацию в качестве алгоритма. Почему в качестве алгоритма можешь понять? А потому что, быть может, я не настаиваю на это. Быть может, возможно, такая ситуация, что ты понимаешь, что алгоритмы бывают другие. Например, бывает от 5 к 7. От 7 к 9. От 9 к 11. И в этом смысле получается, что ты отличаешь себя, как алгоритм происходящий, от происходящих. Алгоритм от происходящих. Вот интересно, на самом деле, возможно, вот это самое, уже на этом этапе, понять, что возможны другие алгоритмы, прямо переход от 7 к 9. Ну, себя отличаю не тем, что я себя познаю, а тем, что я познаю как-то сам алгоритм, как-то остальное себе. Да. Да, да. Именно как алгоритм. То есть, отличающийся по происходящему. Как нечто, как нечто, остающееся самоотождественным при различных конкретных чувственных содержаниях. Да. Самоотождественным, остающееся при своих конкретных содержаниях. Да. Вот. На пустом месте различили контравариантное и ковариантное в тенсовом осуществлении. Вот. То есть, как было так получается. Это интересно. Это интересно вообще. Вот вопрос этот остается прямо здесь. Можем различить 7 от 9, переход 7 к 9 и от 7 к 8? То есть, добавление 2, добавление 1. Внутри себя они с различными? Нет. Мне так тоже кажется, что нет, они различными. То есть, что мы это дело различаем каким-то другим способом. Как только мы его положили как нечто самостоятельное, как нечто устойчивое в постоянном переходе, мы таким образом один плюс один и получили, по сути. Ну, точнее, получили. Н плюс один. Н плюс один, извиняется. Н плюс один, получили. Значит, я в третий раз сказал свой вопрос. Значит, если мы различили мысль и чувство, если мысль сделала своим предметом чувство, то мы получаем один, потом чей-то переход плюс один. То, что знает. Если мысль отделена от чувства и делала чувство своим предметом, то мы получаем из них на это. То есть, мы видим переход как такового. Ещё раз. Формуль у нас является не вот самого начала, а вот-вот. Поэтому наша задача просто помыслить переход как такового. А там мы мысль переход как такового получается отдельно. То есть, вот-вот, теперь мы делим так. М-м-м-м. Переход мыслей к цель. Это называется плюсом или сложением. Если мысль отделила себя. Ну, чтобы отделить себя, например, мы сможем отделить себя только как активность, по отношению к пассивности. То есть, мы должны осознать свою активность, чтобы отличить. А у меня получилось, что надо, чтобы отличить, осознал он свою территорию, а не забыл. И знает теперь только движение чувственной формы. Один, друг и друг. Просьба это видно, действительно, чтобы мыслить именно, зная именно это движение чувственной формы. Но ещё раз. Чтобы знать это, она должна себя отличить. Отличитель может себя, только зная себя как активность, как причину. А этого нет в сложенном. И умножение этого нет. Моя фраза в голове заключалась в том, что активность формы заключается в том, что она знает чувственную форму. Она делает чувства, предметом для себя. Она обнаруживает чувства, как нечто пассивное и равнативное. Эта фраза я заболтал проблему, или в самом деле всё так? Как тогда мысли может, может, ограничить себя? Когда мысли, мысли сложения 1 плюс 1, то мысль является причиной. Но не зная себе причиной. Не зная себе причиной, как она может отличить себя с самого начала в общем-то. Как? Ведь она отличает себя как причину чувства, и не как иначе. Фигня. Фигня. По кругу прорубь. Её. Прилепенсируется. Физику снися. Скорей. Физику дают saw you. Скорее всего, она может себя отвечать не таким образом, что она обнаруживает, что она может переходить, а может и не переходить. Но что у нас, лучше всего, так получается. То есть, она может от трех, от четыoren переходить а может и не переходить. А может оставаться с com. Это в том случае, когда она осознает в себя причиной. Тут возникает свобода. Но вот не оперативно, а может быть, по крайней мере, которое я прошу, здесь еще нет свободы. Потому что Бог очень знает себя причиной, она не является причиной. Но ведь она возникает как причиной, но она знает себя. Понимать себя как нечто активное отрицательным образом. Отрицательным образом, что она может пытаться понять себя как то, чего не переходит. Остается равное, даже если сидеть. Вот так, погладилось, что меня нет, да? Да, да, да. Было поздно. Да, это все так. Ну, ладно, я здесь взялись. Я долго как был ранее ходил, как был ранее. Мне сказали, почему? Потому что обращаю вашего внимания. Что-то здесь не рассказываю. Не люблю, когда остается мне ее недоработать. Значит, если мы имеем сложение. Если мы имеем сложение. Еще раз. Здесь получается, что мысль знает движение чувства. На уровне сложения такое движение, где переход или воспроизведение мысли как таковое. Как таковое. То есть, исходный отвод получает вид 1, плюс 1, плюс 1. Дальше, что я повторю. Просто времени не было. Я никогда не смотрел. Поэтому я повторю, что мы проделали в прошлый раз. В этом движении 1, плюс 1, плюс 1. Есть момент движения. То есть, совершение перехода. Есть другой момент. Мысление результата этого движения. Это два момента, которые имеются. С одной стороны, я мыслил 1, плюс 1. Как некий результат. Некое состояние. Как сложение двух чувственных определенностей. Как отношение двух чувственных определенностей. И, с другой стороны, это непрерывно совершаемое движение. Вот если мы возьмем со стороны покоя, со стороны результата. То у нас мысль в гробе есть действие. И сложение проезды в этом мысли. То есть, мысли, сложение, как результат, оно исчезает. Определенное отношение. Сложение мысленно как отношение на определенную определенность и чувство. Исчезает. Потому что здесь мысль перестает быть собой действием. И мы опять падаем в ничто. Провариваемся в ничто. А поскольку мы мыслим сложение как действие, то есть, имеем форму не один плюс один, а один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один, мы получаем действительность в процессе. То есть, мы здесь не можем остановиться, а должны двигаться. Если мы возьмем второй момент, получается, что я прибавляю один, чтобы прибавлять один. Вот такой вид у сложения, если оно хочет сложением уставать. Но тем самым оно переходит в умножение. Потому что складывать, чтобы складывать, дает нам совсем другую логическую форму. Совсем другой функционал. Так называемое отношение к отношению. Когда... И он проясняется, как мы с вами говорили в прошлый раз, он проясняется не на уровне двух. Один плюс один и дважды один имеют измолитые умножения. Потому что сначала один измолитые, потом дважды один, и один плюс один, ну, не раз длится сложение умножения. А вот трижды один, умножение совсем другое, чем сложение. Потому что сложение — это отношение, мыслимое отдельное от сторон. А умножение — это отношение к отношению. Мыслимое отдельное от сторон. Это совершенно другая логическую форму. Сначала два, две единицы мыслим вместе. Потом три единицы мыслим вместе. Я пытался, например... Так не знаю, что это удачнее. Пытался разницу, которую здесь... Это будет сложение, а без пола. В случае, вместе, это будет... А нолик у нас не появился? Все еще? Нет, наверное, нет, не знаю. Не знаю. Ну, только на прошлом снятии нам вырос. А, нет, я посмотрел. Нужен разочаровать. Но мы в прошлый раз заметили, что... То есть я не уверен, что биологическое различие сложения и умножения. Потому что сложение — это только отношение. И нигде нет отношения к отношению. 1 плюс 1, плюс 2, плюс 1. Это вновь воспроизводимое отношение к единице. А при умножении — это совсем про биологическую формулировку отношения к отношению. Взятые на первичном сначала от единицы. Но можно ли говорить пневматически, я не знаю. Вырежу или пневматически не вырежу. Этого я просто не знаю. На уровне умножения, таким образом, получается... На уровне умножения получается феномен одновременно. Зачего не было. Заметьте, что у нас феномен одновременно выросла через блок-локу. У нас множество как разворачивающиеся вовремя. И никогда в пространстве. То есть взамен на одновременно все было возникает. На уровне умножения он возникает, но тоже как бы не возникает. Потому что на уровне умножения мы имеем ту же трудность, как и на уровне сложения. Если мы добавляем отношение к отношению,uche добавлять отношение к отношению в отношении, то мы имеем реальное движение в соответствующей природе мыши, которая живет тем, существует поскольку, поскольку действует. А если мы возьмем результат умножения, мы получим опять проваливание в предмет и исчезновение. Только на уровне умножения приходит, как я говорил, в свой раз, как сыпь. Сначала проваливается это, отношение к отношению, отношение к отношению, а потом уже как положение проваливается по самому отношению. Поэтому тоже будет отдача, что есть одновременность. Основременно все время снимается. Мы говорим, что мы получим сразу две единицы, сразу две единицы. Но мы получим преусловие, что мы сразу же одновременно снимаем прибавление еще две единицы. У него происходит так. Сразу два, сразу три, сразу четыре, сразу пять. И осталось, знаете, здесь нельзя. И у нас пока прибавление всегда только плюс одна единица, да? Всегда. То есть нельзя семь плюс пять сложить? Нельзя. А почему вопрос? Нет, просто я поинтересовался. Я не знаю, мне всегда интересно, что это логинство считается математикой, и я этого не знаю, что я сделал. Мне кажется, все остальные дети, я помню, что сколько там математических. А я говорю о логике. Или я говорю о логике и так. Нет, просто вот если мы все время, мы умеем прибавлять плюс единицу в семи единиц, то как бы перейти ко всему остальному, он подавлю отлично. Ведь мы же не можем... То есть мы что, уже умеем понять семенку как семи единиц, а не как шесть тридцать один? Да говорю, по всякой шкурке. Ну так это же не знаю. У вас же должно все удерживаться в сознании. Математика-то нет никаких проблем. Но вы же хотите удержать все в сознании? У вас же всегда один плюс один, и все это в кавычках. Ну вот и все. Вот такой вот охранник, простой оператор. Шесть плюс один, я еще готов поверить, тоже все это в кавычках. Ну семь плюс пять. Как они потом в сознании удерживаются? Какой плюс один вызывается? Только с такой количеством. Спасибо. Ну здесь же, наверное, просто вводится еще один оператор, но уже на катакмологическое, техническое. Позволяет семь раз по одному представить как сегодня. Если вы не видите здесь, извините, что вы едете. Нет, Паша, вы не видите. Просто это, по мне, у нас чисто фирософское, но не математическое. Для самого сознания вот чтобы эта катинка возникла. Я понимаю, она удерживается точку начала, точку конца и переход. А теперь одну точку начала, а вторую точку посередине. Третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. С сознанием не надается. Нет, она может пропускать определенные ходы, как бы считая, что заранее уже эти ходы сделаны. Начинать с середины сразу с семерки. Ты хочешь сказать, что все-таки бывает, что семь раз по единице невозможно, а бывает семь плюс один. Нет, почему? Семь раз по единице – это семь. В следующем уже шаге, как бы, или в какой-то середине уже начинать сразу с семью. Не надо каждый раз начинать с самого начала. Тут же действительно вопрос логический. Да. Логический. Одно вопрос алгоритмический. Это было логический. То есть у тебя алгоритм, что ты ленивку между собой. Это твой алгоритм. А логика состоит в том, что… А вопрос этот старый. Надо это понять, что это значит. А вопрос был старый, он уже сегодня поднимался. Можно ли к семи прибрать два? Семь плюс два – девять. Девять плюс два – девять. Тринадцать. Ответ был получен. Нельзя. Ответ же был получен. Нельзя. Отсчет этого семи не может считать. Я не отвечаю. Может быть, девять плюс два можно понять, как девять плюс один плюс один. Еще бы нет. А почему тогда семь раз к единичке тогда возможно, если семь плюс два невозможно? Ну, я же объясняю. Наверное, как это… Каждый раз, если восходить к началу, то для того, чтобы понять, что такое семь, надо будет семь раз единичку сложить. А чтобы понять, что такое девять, которая семь плюс два, ты сначала уже не придешь. Почему? Сначала семерку, семь раз сложил, потом двойку сложил, потом сложил и все. То есть везде есть счет. Если вспомнить, как вы изучали таблицу своего умножения или таблицу сложения… Это просто алгоритмы, с которыми ты работаешь. Нет, согласись, что таблицу сложения мы и так и изучали. Смотри, была… Что такое семь плюс два? Это сначала один плюс один так и так дали до семи, а потом плюс один… Ну, это реально, что на множестве, грубо говоря, чисел у тебя много алгоритмов. Но… Был вопрос задан, сколько алгоритмов нам может дать натуральных чисел? Один ответ. Ответ, ты помнишь, что один. Понимаешь? Это мы в первом классе такие умные были, что у нас много алгоритмов. А сейчас у нас алгоритм один. Да? Ну, просто есть же понятие свернутый как бы алгоритм. Ты как бы увидишь число семь, и просто в этом числе семь уже алгоритм свернут. То есть, для того, чтобы зайти к началу, тебе придется опять же посчитать, что такое семь. Да нет, это один и тот же алгоритм. Это правильно. Для того, чтобы… А все другие алгоритмы есть построенные на этом алгоритме свернутые алгоритмы? Чтобы поддерживать семь как единицу, означает, что ты умеешь считать по семь. По семь считать. Умеешь, например, потом считать сразу же 14, потом 27 и так далее. Но для этого ты должен понимать алгоритму как множество алгоритмов. Не как один добавление в игрушку. А чтобы понимать алгоритму как множество алгоритмов. А это сложно. То есть, еще 15 лет назад это было даже невозможно. Но для того, чтобы понимать алгоритм, что у нас на множестве чисел есть большое количество алгоритмов. Потому что у нас алгоритмов много. Алгоритм не единственный. Правильно, по себе. Алгоритм — это множество алгоритмов. То есть, множество формы на мысле находят какие-то там еще. Мы должны понимать. Для этого мы должны не только вашу нормаловую мысленную форму отличать от чувственной. Но отличать одну мысленную форму от другой мысленной формы. Причем я эту идею надену алгоритмы логические и, даже не так сказать, технические или математические. А это не так. Все алгоритмы алгоритмы. Это не просто. Да. У вас как бы есть попытка оправдать n плюс 1. Но у вас нет представления, что алгоритмы как много. Что у вас нет, например, попытки понять, что n плюс 2 не как составной алгоритм, а как нечто самостоятельное. Да, это конечно. Как нечто самостоятельное, а отличного вашего единственного алгоритма. Да. Это нужно алгоритм. И быть не может. Что? И быть не может. Да, да. Такая что, 7 плюс 2-то бывает? Вот даже с ней спросить. Ну, я согласен, что бывает. 7 плюс 2-то. Ну, 7 плюс 2-то еще бывает. А вот если... А вот 9 плюс 2 уже нет. А вот такой приоритм. А может это... 11 плюс 2-то вообще вещь невозможная. Алгоритм может у тебя составной. А речь идет говорить о множественнице алгоритм. Понятие... 7 плюс 2-то много алгоритм. Не, но все равно есть какие-то... А не как двукратное применение одного и того же. Нет, но есть какой-то простой алгоритм, да? Вот есть натуральные числи. Мы их как-то понимаем. И ты разве можешь эксплицировать, что значит их понимать? Ну, говорят, что вороны умеют считать до 8 лет. А до 7... А до 8 уже не умеют. Просто, возможно, все алгоритмы сводятся, может быть, не к одному, конечно, но к каким-то простым алгоритмам. Я... Да. А может быть, все операции на числа можно свести к операциям на натуральный? Да, это так. В трем считается, что сводится. Просто здесь ситуация... В любом случае у нас проблематика не в этом состоит. Нам же не важно, к чему так сводится. Наверное, у нас... Что мы на... Мы различили число от алгоритма на числами, но мы не получили, если мы у него вот так, возможность множественности алгоритмов, а получили его унылую единственность. Это будет важно, если мы будем пытаться умножать. Это будет важно. Потому что умножение, в конце концов, это еще один образом. принципиально отличающий от этого. Я понимаю, что у вас есть искушение свести его к несколько раз по операции сложения. А операцию сложения несколько раз применить леднички. Такое возможно, но понять его как самостоятельную операцию, это задача. Так и что, да, это я что-то уже сказал не как. Они решают. Просто умножить отношения к отношению. Вот и все, все, все. Сложения к отношению. Это бывает операция. Ну, а еще отношения к отношению к отношению бывает? Бывает. Отлично. Степень. Нет, просто умножение 3 в 5. Понятно. А еще? А дальше? Взведение степень бывает? У нее нету греха. У нее нету греха,ữферкиты. У нее нету греха. Продолжение. То есть развиваете еще отношения к отношению? Отношению. Отношение к отношению к отношению? Нет, бывает. Почему на грехе? Нет. Отношение, отношение. Если быть точным, то состояние сразу наникает уже сложение, конечно. Снимаем. 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 Граница снимается. Устанавливаем границу одновременно существующую, что получается на сложение и на умножение. Установленная граница одновременно до элементов, она устанавливается и тоже снимается. Если не снимается, то уходит в душу. Есть эта граница одновременно существующих. Есть ситуация одновременно существующих. Но одна фига заметила. Граница одновременно существующих возникает. Чего бы еще ни не было вовсе. Но эта граница постоянно снимается. Если бы умножить, то сразу два. Потом переход сразу три. Потом переход сразу три. И так далее. От умножения следующий шаг к целому. Умножение почти готовое целое. Как возникает целое? Целое возникает тем способом, что мысленная форма мыслит себя как причину. Сознает себя как причину. Если сложение и умножение. Это когда мысленная форма уже отделенная от чувства. Мыслит чувство, а не себя. Когда мысль приходит к мышлению себя в качестве мыслящей или действующей. Мы получаем целое. Целое – это устойчивое одновременность. Или нет? Целое – это устойчивое одновременность. Чтобы удержать целое, чтобы мысли целые, не нужно строить еще одно целое. Как некоторым образом получается при умножении. Чтобы мысли не меньше все три сразу, мы должны мыслить уже четыре сразу. То есть, внимание, границу одновременности. Целое в этом отношении устойчивое. Поэтому что получается? Получается, что рефлексия мыслящей формы себя дает нам устойчивость чувственного целого. Но устойчивость и чувственное целое – это на самом деле. Целая и есть устойчивость одновременно существующих чувствовательных элементов. И эта устойчивость дается тогда, когда мысль рефлексирует самую ситуацию. Полная оторванность себя в чувственной форме? Нет, все равно в чувственной форме. То есть, она себя рефлексирует в чувственной форме? Нет. Что происходит в умножении? В умножении мыслей сознает чувства. Дважды один, трижды один, четырежды один – это все состояние чувства, которое рефлексирует мысль, которое определяет мысль. Но мысль себя при этом не осознает, осознает только движение самого чувства. Мысль себя не осознает, осознает только движение самого чувства. Когда же мысль создает себя, как мысль чью, SEGA как мысль чью. Но прежде мысль чью, она перестает быть в мысли чувства. Она как прежде мысли, как чувство, так и теперь мысли чувств. Но теперь так создаем себя, как мысль чья, себя как причину чувства. Разделенность никакой мысли и чувства нет. Мысль была причиной чувства, но не знала этого. Теперь мы все знаем себя в качестве причины чувства. Тем самым совершайте переход целого. То есть устойчивый, а другая – Иисус и Иисус. Устойчивый, а другая – Иисус и Иисус. Да нет, там за дверью смешно. Что, я в детстве вспомнил? И еще раз обращаю внимание, что мы держимся двойками. Счета два, операции две. Теперь мы пришли к целому. Чтобы идти от счета к операции, мысль отличает себя от чувства. Но при этом то, что мыслит мысль – это только чувство. И это и сложение умножения. Чтобы идти к целому, мысль должна мыслить самую себя, как ищем чувство. Когда мысль мыслить себя в качестве причины чувства, она тем самым ищет чувственное целое. Если мы посмотрим на это чувственное целое, то здесь получается любопытная вещь. Чувственное целое. Чувственное целое. Чувственное целое. Чувственное целое. Чувственное целое. Мысли — мысль — это причина. Одновременно существующий хелемент. Чувственное целое. Чувственное целое. Мысль сознает в себе причиной целого, и мысль целая – это, как войдет, тот жарт. Мысль мысли целая, и в этом жарт сознает себя в качестве его целого причины. Таким образом, мысли мысль себя причиной одновременно существующих частей. Но части между собой не различаются. Части – это все те же самые единицы, наследованные от счета и от операции. Держащий образ умножения – это все те же самые единицы. Поэтому, а если они одинаковые, то они как части не существуют. Одновременное существование одинаковых частей не бывает. Одновременного существования одинаковых совершенно элементов не бывает. Чтобы удостовериться в их существовании, то есть в области различий, еще много, как может быть одновременно много, одинаковых. Убедиться в их существовании, то есть в различии, можно только путем перехода к другому. Что мы с тобой делаем? Они всегда были одинаковые. Да, тогда мы не одновременно. Но они одновременно тогда. Поэтому теперь не стали одновременными по определению целого. И в то же время они не могут быть одновременными, потому что одинаковыми. Поэтому, как мне представляется, мы имеем ситуацию, что мы мыслим целое как таковое, как целое. И, сохраняя мышление целого, мы доказываем существование частей после перехода к другому. Иначе говоря, я хочу сказать, что целое мы мыслим не одной операции, а двумя операциями. Причем, вот такими операциями, когда заключается первая операция, она сохраняет свое значение к ним при добавляющейся старой операции. Первая операция — это установление границ целого. И при сохранении этих границ, это делает, как имеется, мыслящая форма. Ну, друг себе, другая форма. С тех пор, как она себя осознала в качестве личины, она не просто делает это, а знает, что именно она делает. Мыслица целая, как самовысленность переменца. И затем, сохраняя мышление целого, мы переходим от элемента к переменцу, чтобы доказать существование этих переменцев. В рамках мышления, сохраняя мышление целого, мы переходим от части в части. Мне это видится, как двухчленная процедура, когда сначала относится первая часть, а затем к ней добавляется, и сохраняя первая часть, добавляется вторая часть. Сохраняя мышление целого, мы доказываем существование частей, переходя, прыгая от одной части к другому. При этом мы мыслим эти элементы уже как части, а не как в математике. Это, оказывается, проявляется тем, что мы можем двигаться в любую сторону. Если сложение и умножение движения в одну сторону, или, если положено, есть движение назад, то здесь, поскольку удерживается лучший элемент целого, мы можем двигаться в любом направлении, перебирая части. То есть на этой стаде мы удерживаем целое, перебираем части. А целое это, например, тройка, состоящая из трех частей, так? Да, пока так. Пока так. Пока чувственные элементы качественно не определены, не различены. Поэтому мы не скачиваем. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, куда хотите. Вот так не представляется, это совсем новое построение. Если по сложению и умножению мы как-то говорили очень похоже, можно что-то почищал здесь, то это совсем предлагается большого группа, совершенно новое построение. Если это в самом деле получается, это построение, то есть, еще раз, мы мышц целое, как в одновременной частей, и вторым шагом обязательно. Поэтому один шаг по стороне не имеет смысла. Короче, разваливается, то есть не может одновременно в стороне одинаково. Поэтому удерживая первую шаг, мы вторым шагом перебираем чемпион. Часть и непрерывным движением. Без установочного движения. Если это построение верно, то оно имеет следующий чувственный способ. Это свет, а это цвета. Таким образом я хочу вывести качество. Если мы удерживаем целое и одновременно доказываем элементы, то на самом деле он превращает их в цвета. То есть одновременно возникает цвет, и сколько волосы чувствуются достоверенность. Потому что оно не из-за различных качеств. А только чувствуем, и все. А в этом пространстве, если оно удерживается, то мы, по мне представляется, имеем переход к качеству. То есть одновременно возникает цвет и цвета. Или вариант уха, звук и звуки. Потому что двойная удерживая дает нам код качеству. Именно двойная. Интересно, что получается категория количества, переверить категории качества. Да, получается так. Получилось считать, а потом видеть. Немножко получилось. Нет, получилось. Потому что у нас совсем, я просто пил свет. Свет с самого начала. Если помочь чуть-чуть другого, что-то сделал. Десять лет назад. Словно говоря. Только двойное определение, еще раз говорю. Двойное определение, когда первое удерживается, а второе добавляется к нему. Дает нам свет и цвета. То есть такая логическая призма. То есть нормальная призма. Свет преломяется из цвета. То есть здесь логическая призма. Или звук. Но чтобы границы были. Потому что надо как-то о границе говорить. Граница – это свет и тьма. Естественно, граница. То есть она удерживается в дальнейшей определенности этого же сада. Поскольку это дальнейшее определение того же сада. Мы его удерживаем, как некий факт. И уточняем. Поскольку мы его уточняем. То свет уточняется в цвете. А звук, ограничивающий тишину, в звуках различной дробности. Вот такое предложение. А думайте его. Совсем новое. Претенцируем очень. А что будет идти дальше? Непонятно, как граница удерживается все-таки. То, что удерживаются многие части – это понятно. Но они же не обязательно должны граничить. Не просто. Многие части. Ну, допустим, условно говоря, там красное может граничить там с высокозвучащим. У них же… То есть считаться красное и высокозвучащее может быть, но у них же границы-то нет. На этой стадии можно сказать, что световое целое – это одно, а звуковое целое – это совсем другое. А я просто не понимаю, почему есть синее, красное, зеленое. Получилось, что есть и цвет, и красный цвет. Ну, а что такое синий, красный, зеленый цвет? То есть цвета отличаются только по… темнее цветы. Как вы назовете, красный и red. Но, тем менее, они как-то в определенности различаются. Мы, казалось бы, начали с того, что у нас есть одно и то же. Ногой, которая держится на трицал. Ногой одинаковый. То есть она все-таки разная. Ну, цвета же интенсивно-то различаются? Ну, интенсивный цвет – это не цвет. Нет, ну, это может цвет количество свести? Ну, это понятно, надо просто показать, что они… С самого начала мы имели дело с чувством, с чувством достоверности. Другое дело, что оно у нас вообще-то как таковой достоверностью. А теперь, когда мы переходим к двойной процедуре определения, когда сначала является определение, а потом конкретизируется определение, то, на мой взгляд, это уже получается уже в другую ситуацию. Представляете, ситуацию… И просто… Может быть, и так можно подумать… Ну, может, мы уточняем сначала, скажем… Мне думалось так… Что сначала имеет просто чувственную достоверность, как прежде, а потом модальности. Цвет, звук, драма… А откуда модальности? Казалось бы, если мы так определяем, то у нас есть цвет и красный цвет, а синего цвета нет. Ну, почему? Если мы уточняем первое определение, а первое определение – это свет, граница с седьмой, то более конкретное определение – это более темное, более светлое. А, вот, вниз спускаемся. То есть все-таки… Ну, только, сроку реагирует эти границы… То есть… То есть… Нет у этого постарения, что когда… Что целое оно берет в себе большое количество одинаковых частей, одинаковая часть, какая одинаковая часть смыслиться не может? Что тогда мы сейчас… Одинаковая часть, какая, собственно, одинаковая, смыслиться одновременно не может? Да, ну это не может, оно может, как и постоянное движение. А, то есть красного в себе? Да… Красного в семью, да… Да, ну… Вряд ли… Правда, как бы целое-то получается… Это не совокупности с этих красных, а именно, что они разные. Да… Я думал, чтобы все такое одинаковое сохраняете. И что это поединоковость, это все упрощает все. Ну одинаково вот это просто, не стоит. А мне нужно как умножение снова, что что-то... Нет, я думал, что просто как бюлярные шары, все бюлярные шары равны. Тут есть понятие шара, а есть вот еще, что оно объединяет с собой большую количество бюлярных шаров. Они все одинаковые. То есть такой картинки нет. Шары все выхожу на разные цветы. Ой, я собрал, извините. Я не могу это сказать. На этой стадии действительно цвет и цвета. Но о цветах мы знаем пока только то, что они разные. Мы не знаем, в чем расстоит различие. Мы не знаем, что различие цветов в том, что они темнее, 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 темнее. Мы просто знаем, что они разные. В этом целом разные части, все. Просто построение нужно было для того, чтобы понять, что эти части всегда разные. Да. Что в целом они может состоять из одного. Да, да, да. Нам это было нужно. Это мы получили. Вроде получили. То есть видишь. С внешней рефлексией мы понимаем, что здесь речь идет о свете и цвете, а здесь о звуке и звуках. Да. Но это неизменно. Звуки все в себе различные. Да. Поскольку мы не знаем, в чем состоит различие, мы не знаем, что это цвета и это зубы. Мы просто в обоих случаях видим радость. А картинка такая, что цвет и все одинаковые белые и реальные шары или такая бы быть не нужно? Нет. Ну они же там, эти положения в пространстве и времени, скажем, различаются. И вот так они белые все, и гладкие, и круглые, но различаются положения в пространстве и времени. Тот шар был сегодня, а этот был вчера. Левее, правее? Да. И еще левее, правее. Левее, правее. Что звуки все одинаковые, но один из них левее, чем другой. Есть в физике представление о принципиальном неразличении частиц. Не то, что я биллярный шарик взял, на одну дырочку сделали, на другом чистоты еще, они у нас в принципиальном неразличении. Вот в физике есть некое важное, достаточно для физиков, представление о том, что частицы элементарные вообще неразличение. Если мы здесь имеем просто определенность целого и другость части, то мы по-прежнему не знаем, что в этой части. Может то, что не имеем, может потому, что темнее, другое. Ну да. Но с внешней рефлексией мы имеем свет, на мой взгляд свет и цвета, и звук, и звук. Это прояснится следующим, дай Бог, прояснится следующим шагом. А не пространство, как совокупность каких-то фигур. Постранство и фигуры. А пространство и различные места в этом пространстве. Это, пожалуйста, если элементами являются геометрические... Ну, как у меня сказки, я попрошу, если будет время, посмотрите это место, где три отрежка, я забираю, забираю фартишка сюда. Почему? Только три отрежь, тогда это определенность. Больше или меньше. Два не дает. Два – это уже другое. А три – уже больше или меньше. Поэтому мы сносим следующим шагом. Чтобы не переходим за это. Просто от целого с двумя, целого с тремя, то возьмите определенность качества. А звук от света как такового? И от пространства как такового возвращается? Или там разные целые? Я не думаю, не знаю. Просто не знаю. Пространство и звуки здесь, да? Фигуры, да. Это пространство приватило фигуры. Вроде ответил. А что такое пространство, я просто не знаю. Все начнули. Все начнули.